Следить за порядком во время чемпионата мира по футболу в Самаре будут более 8 тысяч полицейских и около 2 тысяч росгвардейцев. Сейчас для них проводятся курсы английского, испанского и французского языков. Помогать сотрудникам МВД будут представители частных охранных предприятий. Вопросы безопасности в период мундиали сегодня обсуждали в правительстве области. На совместном заседании антикоррупционной комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка также говорили о решении проблемы обманутых дольщиков и борьбе со взятками. Обо всем порядком. Георгий Федоров. Не меньше тысячи обманутых дольщиков Самарской области в 2018 году должны получить квартиры. Задача поставлена главой региона. По итогам 2017-го долгожданное жилье обрели свыше 850 человек. Из 38 долгостроев, оставшихся в губернии, ввести в эксплуатацию в ближайшем году планируется минимум 12. Шесть из них в Самаре, по три в Тольятти и Волжском районе. В общей сложности инвесторы найдены для 27 проблемных объектов. По остальным объектам работаем сегодня очень плотно. Прорабатываем вопросы и компенсационных мероприятий. И мы благодарны вам, что и оказываете поддержку из бюджета области. Осталось найти инвесторов для 11 объектов. Одновременно решается вопрос с наказанием недобросовестных застройщиков и чиновников, которые допустили мошенников к работе. По поручению Дмитрия Азарова, соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. Еще одна актуальная тема – пресечение преступлений в сфере антикоррупционного законодательства. В 2017 году таковых выявлено свыше 6,5 тысяч. По всем случаям прокуратурой внесены представления. К ответственности привлечены более полутора тысяч должностных лиц. Заведено 77 уголовных дел. Наиболее часто факты взяточничества фиксируются в учреждениях здравоохранения, образования и ЖКХ. Снижение отмечено только в медицинской сфере. В сфере образования коррупционная преступность в 2017 году выросла на 46%, а в сфере ЖКХ на 161%. Руководителям профильных министерств совершенно очевидный сигнал для образования. Я говорю, в тот раз Минздрав критиковали, Владимир Александрович, но у нас со страниц газет не сходят просто ваши подчиненные. Руководители учреждений образовательных, подведовственных других учреждений и так далее, и так далее, и так далее. Проводите работу. Я хотел, чтобы у нас максимальная информация в СМИ была представлена. Надо людей проинформировать. У людей будет больше доверия к этим процессам. Люди будут активнее включаться и помогать нам в борьбе с этим проявлением. Обсудили вопросы безопасности в период Мундиаля. Межведомственная комиссия, созданная по распоряжению главы региона, обследует все объекты, задействованные при проведении спортивного события. Ведется работа по усилению их антитеррористической защищенности. Дмитрий Азаров также обратил внимание на необходимость привлечения дополнительных единиц транспорта на самые востребованные маршруты. Совершенно очевидно, что у нас большое количество фанатов будет на набережной. Вот, пожалуйста, отработайте совместно еще и с Министерством транспорта, с ГИБД. Этот маршрут будет востребован. Георгий Федоров, Алексей Вельмискин. Новости губернии.